рекомендую это деликатес дядя ваня на запах пришел что здесь так вкусно у тебя дядя вань приходите угощу ребят смотрите что от лука творится я не знаю что делать ужасная вещь весь в слезах привет всем сегодня будем делать оладушки или же белорусские дряники кому как удобно нам понадобится картошка у я уже почистил 1 луковица 3 яичка перец черный по вкусу и соль нам сейчас надо натереть картошку забыл сказать то что еще нам понадобится мука мука и у меня высшего сорта натираем на крупной терке картошечку наша натерли почистили луковицу одну теперь нам что надо убрать отсюда терку и посолить картошку и дать ей постоять чтобы она дала сок и сок нам не нужен надо его слить я сейчас минут на 10 на 15 где-то и и оставлю перемешаю чтобы сок дала она уже снизу вот и пусть постоит минут 10-15 и будем сливать сок вслед за картошкой нам надо сюда натереть луковицу 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 можно по вкусу кто любит то добавляйте кто не любит можно не добавлять я вот люблю ну я буду добавлять ребят смотрите чё от лука творится я не знаю что делать ужасная вещь блин весь слезах блин ребят натерли мы этот лук все же со слезами на глазах убираем терку и тоже надо нам подсолить его чтобы соковыделение было наше ребят пока тер я луковицу нашу у нас вот соковыделение какое вместе с моими слезами пойду я сливать сок и наш вылил теперь можно наши это консистенцию перемешать и опять дать ей постоять чтобы еще сок дал вот перемешал смотрите надавливаю я и прям со всех щелей опять сок вытекает нам сок совершенно здесь не нужен иначе мы ничего не слепим с вами ладно ждем дальше ребят отжали нашу консистенцию теперь добавить можно перчик перчик по вкусу кто сколько любит нет где-то вот так вот пол чайной ложечки получится можно еще чуть подсолить берем теперь яички у меня три маленьких это получается где-то в районе двух хороших больших столовских берем около четырех пяти ложек не на 4 муки и начинаем перемешивать ребят когда консистенцию увидите как я что надо будет добавить душа подскажет решил рукой в итоге ребят все делаю на глаз увидите где что надо добавить сами уже не бойтесь экспериментировать обязательно все получится ребят вот что у нас получилось и теперь убираем в холодильник на 30 минут ребят поджигаем плиту газовую ставим сковородку наливаем масло и секрет небольшой добавляем сливочного масла вкус будет необыкновенный масло с морозилки плохо режется начинаем разогревать вот наше масло начинает таять мы его так перемешиваем ждем пока растает так наша сковородка готова прежде чем накладывать нам надо размешать нашу субстанцию эту всю хорошенько потому что соковыделение еще сверху идет и уже можно накладывать вещь очень замечательная полезная от голода очень сильно спасает не зря наш белорусский брат придумал эти вещи вкусные ждем пока все это дело у нас начнет готовится ребят прошло в районе 8 10 минут где-то так на среднем огне теперь можно вот смотрите какая красота можно уже переворачивать все держится ничего не разваливается и ждем процедуру тоже где-то в районе 8 10 минут ребят наши оладушки или дрянечки готовы смотрите какая красотища и сейчас убираем и загружаем новую партию красота ребят дядя ваня пришел сосед в гости покажите дядя ваня вкусно получилось дядя ваня на запах пришел дядя ваня приходите угощу рекомендую это деликатес ребят загрузил последнюю партию кстати рецепт сами видите очень простой довольно таки справится даже ребенок вкусный соседи все бегут на этот запах ребят видели так что рекомендую ребят смотрите какая красотища получилось ароматное вкусное самое главное видели соседи аж приходят на запах ребят есть поверье что с молодой картошки не сделать такого блюда вы видели что было было у меня молодая картошка я сделал в итоге ребят кому была полезная информация полезен мой рецепт ставьте лайки кому нет дизлайки всем приятного аппетита не забывайте подписываться на канал всем пока